Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша тема называется так. Правильное питание – залог здоровья и долголетия. У нас сегодня в студии замечательный доктор, главный нештатный специалист-диетолог, Министерство здравоохранения Ульяновской области, заслуженный работник здравоохранения, Глушенко Надежда Петровна. Здравствуйте, Надежда Петровна. Приветствую вас. Очень рад вас приветствовать. Надежда Петровна, есть такие мифы о здоровом питании, что они связаны с тем, что высокие цены как раз подразумевают есть правильное питание. Как вы к этому относитесь? На самом деле нужно быть с высоким доходом, чтобы правильно питаться, или это совсем не обязательно? Вы знаете, наши вкусовые привычки, наш, скажем так, рацион, воспитывается нами, он в нас с нашими родителями и закладывается с детством. То, что мы привыкли есть в молодом возрасте, в детстве, то происходит с нами и на протяжении всей жизни. Я согласна с вами о том, что правильное питание – это дорого. Нет, это действительно миф. Правильно питаться – это не значит покупать дорогие или там самые дорогие продукты. Правильное питание – это… Целая культура, да? Целая культура, да. Это режим питания, водный режим. Выбрать те продукты, которые, ну, скажем так, имеют правильную экологию. Самое главное – не торопиться, когда мы принимаем пищу. Да, вообще мы рекомендуем диетологи выбирать те продукты, обращая внимание не на название продуктов, да, а на перевернуть этикетку и посмотреть, какой состав этих продуктов. Белки, жиры, углеводы. То есть нужно сделать себе список продуктов и прийти в магазин, купить то, что у вас закончилось, то, что необходимо. Мы с вами, если позволите, скажем, что должно быть в нашем холодильнике, потому что мы едим то, что мы закупили, то, что мы можем достать и приготовить. Вот. Ну, есть такой миф, например, даже на примере молока, что молоко – это сверхполезный продукт, особенно фермерское молоко. Да, до определенного возраста, для детей, для подростков, для растущего организма молоко является важным компонентом питания, да, источником кальция, фосфора и других питательных веществ. А то, что фермерское молоко – большое содержание жира, да, но это под вопросом, под вопросом. Вообще диетологи стараются привить такую культуру питания, что именно средний процент жирности, то есть есть у нас молоко 3-2%, да, даже я видела 5%, но это какие должны быть коровы, чтобы давать такое жирное молоко, что они должны есть. Конечно, они обогащены, обогащены дополнительно, значит, питательными веществами. А все-таки лучше пить и есть натуральное, натуральное, и не поддаваться названию, там, фермерское, эко и так далее, а смотреть и переворачивать этикетку. Дмитрий Петрович, ну вот вы как диетолог, да, тоже к вам приходят пациенты, и вы им даете какие-то советы. Вот скажите, всегда диетолог может действительно реально вот помочь сам как врач, как специалист, да, или иногда приходится прибегать все-таки и к другим специалистам, к другим специальностям, потому что есть же и сопутствующая какая-то патология, да, и так далее. Ну, вообще диетолог – это такая, ну, специальность смежная, смежная. То есть подобрать правильный рацион – это, да, задача вполне реальная, вполне реальная, да, но правильно вы сказали, что предварительно нужно обязательно посмотреть, какие сопутствующие заболевания, какой на данный момент биохимический спектр. То есть мы назначаем определенное предварительно небольшое обследование для того, чтобы подобрать рацион. Если у человека есть сопутствующие заболевания, да, мы назначаем диету. Если, тем более в данный момент есть обострение. Если человек практически здоров, не собирается там изменять круто свой образ жизни, мы рекомендуем, именно даем советы по правильному образу жизни. И все-таки диетолог – это по большей степени психолог. Вообще что-то запрещать там, да, вот всегда говорят, да вы, мы думали, вы придете, скажете, это, это, это нельзя. Нет, мы спрашиваем вкусовые предпочтения. Переделать человека в взрослом возрасте практически невозможно. Можно ему дать такие советы, чтобы они были приемлемы и для его кошелька, и для его вкусовых пристрастий, для его образа жизни, да, если человек там все время на работе, нужно подобрать такой рацион, чтобы это были продукты, которые можно было взять, и, значит, приготовленные пищи, которые можно взять с собой. Ну, в контейнер. Да, или поесть в кафе, там, то есть с каждым мы работаем индивидуально, индивидуально. Но такие общие рекомендации по здоровому образу жизни для оздоровления, чтобы чувствовать прилив силы, бодрости и молодости, они, конечно, есть. Ну, вы уже сказали, так упомянули про диеты, да, их, конечно, многочисленное множество, но вот самое главное, что я уловил, я хотел спросить, что есть там диеты, я не знаю, по группе крови, там, по калорийности, по, там, балансу углеводов, там, белков, жиров, да, но все-таки вот я самое главное услышал, что идет индивидуальный по каждому подход, да, и так вот нельзя вот под одну гребенку, как говорится, да, вот назначить всем одно и то же, да, то есть все смотрится индивидуально. Вы абсолютно правы, вообще слово диета – это составляющая лечебного процесса. Лечебного процесса диеты мы все-таки должны назначать специально обученные люди, медицинские работники, да, и это составляющая лечения заболеваний. Вы знаете, что, не дай бог, если кто-то по состоянию здоровья попал в стационар, первое, что ему назначают – стол, но сейчас это называется диета, там, диеты щадящие, химические, физически щадящие, да, там, с повышенным содержанием белка, с пониженным содержанием белка, в зависимости от той нозологии, у которой есть пациент. В дальнейшем, когда пациент выписывается, мы даем ему рекомендации рекомендации именно по образу жизни, по пищевому рациону, да, что-то, да, бывает после обострения, например, там, после операции на желчекамином пузыре какие-то продукты, мы говорим, на какое-то время необходимо, там, исключить из рациона, когда можно что есть. Но в большинстве случаев блюда, там, как приготовить, мы с пациентом просто обговариваем, узнаем, что он любит, что он хочет. Можно три раза сказать нельзя, но сейчас такая тенденция, что диетологи говорят, все можно, но два раза в год, на Новый год и на день рождения, а все остальное должно быть в умеренном количестве. Умеренность. Самое главное – рациональность и умеренность. Дмитрий Петрович, вот давайте поговорим еще о такой характеристики, да, как индекс массы тела. То есть вот что он собой представляет, ну, сразу скажем так простыми словами, как его посчитать, да, это индекс массы тела. И, может быть, действительно, нужен этот показатель, не нужен этот показатель, когда он действительно необходим? Знаете, ну, индекс массы тела – это международный такой показатель, который необходим для того, чтобы все врачи, люди разговаривали на одном языке. То есть есть у человека нормальное питание, с пониженным питанием, повышенным или там ожирение и так далее. Он рассчитывается просто – вес, деленный на метр в квадрате. Конечно, мы там на калькуляторе можно посчитать, но есть специальные таблицы, в одной части которой написан рост, да, в которых вес, и имеется на пересечении определенный показатель, да. Ну, вот нормой считается от 19 до 26. Если меньше, это в взрослом возрасте, я говорю, это уже показатель того, что у человека есть недостаточность питания. Значит, вот в этом интервале это самое то, что необходимо организму, значит, человек развит и питается, то есть правильно. Больше 26, от 26 до 30 – это у человека есть, скажем так, предпосылки к ожирению уже, но еще нет, то есть повышенная масса тела чуть-чуть есть. То есть в этот момент пациенту или там человеку нужно задуматься и посмотреть, правильно ли он питается, не только правильно питается, а достаточно ли движется, да. Если у него вредные привычки, может быть, скорректировать свой образ жизни, то есть это маленький звоночник. Если от 30 до 35 – это уже ожирение первой степени. И дальше по нарастанию – второй, третий и так далее, когда уже необходима медикаментозная коррекция. Не только диетические рекомендации, но и медикаментозная коррекция в этом плане. А чтобы вот просто не сидеть с калькулятором, вообще можно просто, как раньше нам говорили, это ваш рост минус 110 и будет ваш вес. Ну приблизительно, да. Да, вес. То есть есть с чем сравнивать. Также более, скажем, такой показатель, который нам нужен, вот особенно как докторам, который показывает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – это талия. Если у женщины талия больше 80, уже тоже звоночек о том, что риск высокий развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если больше 80, то возрастает в несколько раз. Также есть показатели и у мужчин. То есть измерить свою окружность, тем более, когда мы покупаем одежду, мы видим талию и очень просто показать. То есть вот такие статистические данные есть, и они просто измеряются. Значит, Петровна, вот есть такое понятие, как вредные пищевые привычки. Ну, скажем, например, досаливают пищу, да, хотя вроде бы и вкусно, и все, но вот человек уже привык, и он досаливает, ему как бы недостаточно. Вот как вы считаете, как вы к этому относитесь вообще? Есть ли такое понятие вредной пищевой привычки? И вот есть такое еще суждение, что вот детям до 3 лет уже нужно прививать такую культуру питания, да, в плане того, что, может быть, там где-то ограничить сахар, соль, да, чтобы он уже привыкал к тому, что вот лишнего сладкого не надо есть, там слишком соленого тоже. Вот есть в этом какое-то зерно? Я с вами соглашусь, что зерно в этом есть. Я уже говорила об этом, и есть концепция, значит, пищевого воспитания у детей, которая говорит о том, что действительно детям до 3 лет есть определенные нормы, сколько в диетическое и детское питание добавляют углеводов, сахара и сколько соли. Вы сами когда-нибудь пробовали детское питание? Всегда думаешь, господи, как они могут это есть? То есть оно и недосоленное вроде как, и не слишком сладкое, но это именно воспитание, правильное воспитание вкусовых привычек и полезность для растущего организма. То есть соль должна быть, как и любой натрий, там, хлор, так как и магний, как и калий. Но в определенных, да, все микро- и макро-нутриенты, они должны быть. Мы говорим о том, что детей нужно сахар класть не в чай, а все-таки давать фрукты, овощи и ягоды. Вот, где фруктоза, конечно, чтобы растущий организм, он не может жить без углеводов, нужна энергия, да, но вкусовые привычки с детства воспитывают. Причем ведь, значит, из фруктов, да, как раз организм возьмет столько, сколько нужно, правильно? Абсолютно верно, абсолютно верно. Все остальное выведется из организма. И будет все порядок. По поводу досаливания, ну, вот и во взрослом возрасте, особенно если есть уже в наследственности гипертонической болезни, сердечно-сосудистые заболевания, да, все-таки чайная ложка соли на все блюда является в день. Вот это важно, не на одного блюда, а на все блюда в течение дня, да. Абсолютно верно, на все блюда в день, да, то есть, ну, вот я знаю, что сейчас большое внимание этому уделяется, потому что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране все-таки имеет высокие цифры, да. И одна из профилактических мер – это выпуск продуктов, которые, ну, скажем так, с пониженным содержанием соли. По вкусу они абсолютно приемлемые, нормальные и так далее. Например, хлеб. Есть специальный хлеб, даже в наших магазинах, не надо там ехать в столицу и так далее. Наш известный производитель делает хлеб с пониженным содержанием соли. У тех людей, у которых есть заболевание почек или есть повышенное артериальное давление, конечно, он стоит. Лучше не искушать. Точно, да, стоит столько же, сразу скажу, сколько. И обычные, никаких там заоблачных цен. То есть это доступно, доступно. Потом мы думаем, что если мы вот досолим, досолим, и не будем досаливать, то мы молодцы. Но мы будем есть сосиски, да, там, колбасы. Вот вы думаете, где самое большое количество соли? Именно в сосисках, в колбасах, то есть в готовых продуктах, сырах. Да, вот эти продукты, которые, копченая колбаса, там, ну, я уже не говорю, там, про соленые огурцы и помидоры. Это понятно, да. Но вот такие продукты, которые у очень многих людей в обиходе, да, надо знать, что соль, это не то, что мы вот когда солим, да, а то, что соль у нас есть уже в готовых продуктах, которые мы покупаем в магазине. И в хлебе, и вот в таких колбасах. Нарья Петровна, кстати, вот вы сейчас сказали, я сейчас вспомнил тоже вот такую тему. Вот мясо, да, вот переработанное мясо, есть такое мнение, что оно является, в общем-то, канцерогеном, да? Ну, есть такое мнение. Вот как вы согласны с этим, нет? И вообще можно ли совсем отказаться от мяса? Или вот вы чего придерживаете больше? Что вы советуете своим пациентам? Вы знаете, ну, я советую то, что советует наша концепция по правильному питанию. Я с ней абсолютно согласна, то, что человеку для поддержания всех жизненных функций необходим белок. Животный белок. Животный белок, да? А он содержится в мясе, как раз в мясе. То, что и железо в мясе содержится. Вот некоторые говорят, да, железо мы будем есть гречневую кашу с гранатом. Или черной смородины. Да, и черной смородины. Вот, к сожалению, усваивается трехвалентное железо, которое есть в мясе. Это говяжья печень, да? Говядина, говядина. Красное мясо. Вот, поэтому я своим пациентам рекомендую, рекомендую есть и вообще начинать компоновать свой завтрак, обед и ужин, положив на одну четвертую часть тарелки именно белковое блюдо мяса. Вот, но понятно, что возможно, что у людей есть определенные там какие-то финансовые трудности, то все-таки белок, мясо должно быть обязательно, обязательно. Можно в течение дня использовать и курятину, да, курицу. Индейка. Индейка, да, индейка, конечно. И рыба. Мы забываем о том, что мы живем на Волге. У нас вообще-то здесь есть кульбышевское водохранилище и достаточное количество рыбы, причем рыбы, которые мы можем есть. Вполне доступная. Абсолютно верно. И даже фермерские хозяйства, которые выращивают карасей и так далее. Мы забываем о рыбе. Рыба обязательно, яйца тоже используется. Но мясо, мясо всему голове, легко усваиваемое мясо именно в той компоновке, которая необходима нашему организму. Всемирная организация здравоохранения действительно пишет о том, что не мясо, а продукты, продукты из мяса. Это имеется в виду все те же переработанные сосиски, колбасы. То есть фарша, да? Абсолютно. Почему? Потому что подвергается переработке, досаливается, коптится. То есть специальные ингредиенты для того, чтобы это все длительного хранения было. То есть добавляются всякие ешки и так далее. То есть имеется в виду именно вот эти переработанные продукты, которые не совсем полезны для нашего организма. Не относятся к хорошему куску мяса, котлетам и так далее. А вот витаминные комплексы, их ведь большое разнообразие тоже есть. И вот те же биологические активные добавки, витаминные комплексы. И вот всегда ли могут люди действительно просто по мнению фармацевтов, например, в аптеку придя, и просто принимать, как говорится, без назначений? Вот как вы к этому относитесь? Нужно ли это делать? Вы знаете, спасибо за вопрос. А вообще, чтобы, например, суточную дозу витамина С нам восполнить, вы думаете, сколько нужно съесть, например, апельсинов? В день. В день. Это нужно съесть 5 килограмм. Мы едим 5 килограмм апельсинов даже только, чтобы восполнить витамин С. Он не единственный. И не только в апельсинах, да? Да, и потом еще, вот даже говорят у меня пациенты, да я достаточное количество ем там и ягод, и там овощей, и фруктов. Да, это вообще респект за это. 300 грамм овощей и фруктов мы в день должны съедать. Но, но, все равно это не покрывает те потребности в витаминных, микро- и макроэлементах, которые нужны нашему организму. Поэтому, все-таки, поливитаминные комплексы я рекомендую принимать своим пациентам. Но, есть, как всегда, какие-то нюансы. Если есть сопутствующие заболевания, да, все-таки нужно посоветоваться с доктором. Например, если есть патология щитовидной железы, да, все-таки, ну, не рекомендуется. И не во всех, при всех нозологиях необходимо, чтобы, вернее, необходимо, чтобы не было йода в поливитаминах, да. Вот. При, например, беременности витамин С может вызвать прерывание беременности большое количество. Поэтому, вот, какие-то поливитаминные комплексы, их много. А беременным, наоборот, рекомендуем витамины, которые специально написаны, там, мама, там, для беременных и так далее. Я не называю сейчас торговые названия, их большое разнообразие. Но, говорю, сам принцип, там написано, для беременных. Если у человека стресс, там должно быть большее содержание магния, да, потому что витаминов группы В, для того, чтобы восполнить дефицит в нервной системе, там есть, например, известные марки, там написано, антистресс. Да, на какой-то период это нужно. А вообще рекомендую обратить внимание, что необходимо профилактические дозы поливитаминов. Для профилактики специальные есть комплексы, а та, там, да, цинка. И покупать их желательно в аптеке. Это должны быть медицинские препараты. Вот опять обратная сторона. На всех витаминах написано, сколько в данном номиновании, какого витамина, и стоит, сколько суточных доз. Вот нам нужно, чтобы была одна суточная доза, чтобы не было превышения. Хотя вы правильно сказали, что витамины, например, водорастворимые группы В, они не наносят большого вреда организму, даже переизбытка до определенной степени. До определенной степени, потому что они выводятся у нас из организма с мочой. А витамины группы, жирорастворимые А, Е, Д, можно вызвать и довольно-таки серьезные патологии с передозировкой. Поэтому жирорастворимые 100% нужно посоветоваться с доктором и следить содержание этого витамина до начала терапии, если врач назначил при дефиците и после. По БАДам всегда спрашивают. Да я вот куплю там на каком-нибудь сайте БАД, он там дешевле и так далее. Хочу обратить внимание наших телезрителей о том, что если я говорю о медицинских препаратах, о витаминах, они подвергаются сертификации, за ними надзор осуществляется, и там количество одна суточная доза. В БАДах посмотреть, особенно на известных сайтах, 2, 3, 4, 5 суточных доз, это уже токсическое действие. Осторожно, конечно. Да, БАДы имеют право на жизнь, но мы всегда должны посмотреть обратную сторону этого. Или, по крайней мере, посоветоваться с врачом своим. Конечно, конечно, конечно. Потому что БАДы не подлежат сертификации. Вот все-таки, резюмируя наш сегодняшний разговор, все-таки можно, как говорится, питаться и при этом худеть. Ну, не то, что худеть, но держать себя в форме. И сразу второй вопрос хочу по поводу перекусов. Все-таки должны быть перекусы? И вот как вы сказали, сколько раз в день должен человек есть, и какие-то должны быть порции? Вы знаете, действительно, мы с вами как-то проводили такую передачу, что давайте питаться правильно. Если у человека есть к этому предпосылки, то есть есть избыточная масса тела, или индекс массы тела в пограничных размерах, и человек хочет похудеть, но для этого есть не только, как у нас женщины, никогда не довольная собой, чтобы там не было, посмотрев в зеркало, буду худеть. Нет, для этого должны быть предпосылки. Если индекс массы тела в норме, надо идти в спортзал. Просто поддерживать себя. Конечно, конечно. Если нужно похудеть, для этого со специалистом посоветуюсь. Но общие рекомендации я, конечно, могу дать. Первое. Это режим питания. Завтрак, обед и ужин. Человек никогда не похудеет, если он не завтракает. Тоже к разговору о вредных привычках. Завтрак, обед и ужин. Белок, углеводы и жиры. И два перекуса. Между завтраком и обедом через 2 часа, и обедом и ужином. Так получается 5 раз. Да, последний прием пищи за 2-3 часа. Говорят, после 6 не есть. Мы все люди разные, у всех работы разные. Если человек... Ложимся в разное время. В разное время, конечно. Он обязательно сорвется и подберет. То есть часа за 2 до сна, да, получается? За 2-3 часа. За 2-3 часа последний прием пищи. Вот. Ну, что еще сказать. Конечно, вот для того, чтобы похудеть, простое правило. Белок должен, я уже сказала, перечислила правильный белок. 1-4 часть тарелки. Затем завтрак и обед. То есть в первой половине дня можно каши, макароны твердых сортов. Обязательно салат должен быть на... То есть вот шведский стол, как мы берем, правило тарелки. Одна тарелка. Не каждого блюда по тарелке. А все положить на одну тарелку. Белок, гарнир, салат. И всю нашу пищу мы должны накрыть просто-напросто своими ладошками. Как мне говорят, да я ем только один там борщ. Там трехлитровые банки. То есть все должно быть в разумных пределах. Накрыли ладошкой завтрак, обед, ужин, все-таки одна ладошка. Перекусы. Обязательно рекомендую. Почему? Потому что наша пищеварительная система устроена так, что в дневное время вырабатывается большее количество пищеварительных ферментов, желудочного сока, желчи, которая стекает и скапливается в желчном пузыре. А желчный пузырь у нас сокращается только на прием пищи. Нет приема пищи, желчный пузырь растягивается. Холестерин, который там тоже присутствует, токсические вещества, которые предназначены на утилизацию из организма, они происходят обратное всасывание. Поэтому прием пищи должен быть 5 раз в день. Спасибо большое, Надежда Петровна. Сегодня такой у нас продуктивный. Я считаю, что очень востребованный такой разговор получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю счастья, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова